Всем привет, с вами Костян, мы по-прежнему во Вьетнаме. Если у вас намечена какая-то экскурсия, то с утрица нужно обязательно плотненько подкрепиться. И вот этот ресторан как раз-таки для этого и существует. Называется он Bo Hao Fo Mai, что можно так перевести как говядина-устрица под сыром. Вот давайте сегодня заценим, готовишь ты здесь себе сам, и это плотненько, потому что одно блюдо здесь рассчитано уже сразу на двух, а то и трех человек. И довольно бюджетно, как всегда. А здесь уже кимчи сушатся. Проверим. Меню здесь довольно узкоспециализированное, поэтому наименований довольно мало. То есть вот с этой стороны это то, что ты жаришь, а вот с этой стороны просто несколько хот-потов. Все цены указаны сразу же за набор. То есть 240 тысяч и практически любой. Здесь 240 и 249, разница невелика, можно считать, что 240 вот в среднем все они стоят. Мы возьмем три блюда. Нет. Два жарехи и один как раз-таки хот-потик в середине, самый такой по компонентам насыщенный. Давайте подождем. Для начала у нас будет говядина, устрицы и потом еще чего-то. Давайте смотреть. 240 тысяч. Это на двух-троих человек сразу же нормально. Понять, в общем-то, здесь дело нехитрое, из чего состоит. Достаточно элементарный гугл-переводчик использовать, и тогда все нормально. 300 грамм говядины, 200 грамм устриц и так далее. Вот что отличает уютненький ресторан от обычного. Это атмосфера. И здесь она уже создается. Да не просто так. Они заморачились и даже нарисовали на стекле здесь новогодние какие-то пейзажи. Они настолько уже готовы к празднованию Нового Года и качественно к этому подходят, что не просто какую-то елочку сбоку, знаете, поставили, а именно вот красиво все украшено. Посмотрите сейчас атмосферу здесь вокруг. Все уже подготовлено прямо к Новому Году. Это создает настроение. Ты и кушаешь уже с удовольствием, с праздничным настроением. Мне начинает нравиться это место все больше и больше. Помимо того, что вот первое блюдо подоспело нам буквально за 5 минут, то есть уже можно самим начинать готовить, так они просто говорят еще. А вы хотите, чтобы наш персонал для вас еще и приготовил все это? Я говорю, да, хочу. Во-первых, они это сделают уже с опытом, как положено именно здесь это делать. А во-вторых, если такая услуга есть, так, господи, сиди и подъедай то, что тебе уже приготовят. Давайте попросим и начнем. А я буду отдыхать и поедать. Соусов, конечно, тут немерено. Вон, просто зацените. Вот так вот все стоит. Куча всего. Давайте смотреть, как у них предполагается готовить тот самый завтрак. Давайте быстренько пробежимся, что входит в первое блюдо. Вы название-то видели, но, соответственно, теперь уже на столе. Два яйца, зелень, два неплохих багета, говядина, устрицы. Что интересно, они уже почищены, чисто тушки. Сыр, паштет из чего, не знаю. Соус такой. Это маргарин. Мы, кстати, сейчас попросим его не использовать. Попросим просто обычное масло. На маргарине мне не хочется. Грибы, лучок. Это что, ананас? Да, это ананас. Кимчи. Тут реально можно разные блюда приготовить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот теперь и томатный конец. Какой-то соус интересный. Ммм, он начал прогреваться, этот соус. Прям до сюда острота летит. Ощущаешь ее. И под конец в середину яйцо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, а теперь еще и кусок паштета. Вот это интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушайте, ну вот это да. Не зря, не зря мы действительно согласились на то, что нам приготовят сами. Потому что это вот как у них положено. Вот сырец маломальский уже подрасплавился. Давайте положим первую часть блюда. Ооо. По-пиццному тянется. Неплохо. Сейчас захватим как можно больше всех частей. И, конечно же, несколько устриц. Вот такая плошка. Давайте пробовать. Прежде всего, говядина с сыром. Вот это да. Слушайте, говядина мягкая. Серьезно, очень мягкая. Но что первое бросилось в глаза, недостаточно насыщенный вкус. Она недаром не использовала сейчас ни перца, ни соли. То есть пресноватенькое пока что блюдо. Вот попробую еще устрицу. Морская. Что логично, вкус я имею в виду морской. Отличная устрица. Нужно использовать, недаром они здесь лежат, все вот эти соусы. Блюдо чуть-чуть пресноватое. Давайте по соусам пройдемся. Вот если этот со сгущенкой, как я понимаю, я его знаю вкус, то вот этот вот я что-то не пойму пока. С чесноком что ли рубленым или с чем? Давайте вот его. Да, конечно же, это чеснок. Я думаю, сюда он вполне себе зайдет. Давайте так польем. Вот такой огромный кусок говядки. О! Как всегда, супер тянущийся сыр. Вот теперь да. Вот теперь всю эту плошку хочется моментально уничтожить просто. Это очень вкусно. И устрица класс. С чесночком, да. Что же за паштет, интересно? А, печеночный. Вообще класс. Это ли не тот самый плотный завтрак, о котором, честно говоря, мечтаешь? А, кстати, кусочек ананаса. Ну-ка, давайте попробуем его тоже. Ананас с чесноком, честно говоря, спорное сочетание. Но, тем не менее. И я не могу сказать, что я сейчас испытал какое-то неудовольствие. Просто пускать тоже будет. Но вот эту штуку я хочу доесть. И я ее доем. Кому мало остроты, вот можно взять вот так вот. И вот сюда его замешать. Чтобы, так сказать, подгорало. Вот это будет нормально. Вот, вот все вот это сразу же. Я желаю вам это попробовать. Искренне. А теперь еще и моя любимая поджигающая острота. Ну, вы видели, сколько пирса я положил. Да, это то, что мне нравится. Чеснок. Острота. Говядина. Все с соусом. Вот с этим тоже томатно-остреньким. Это просто класс. Просто класс. Да. Добавить нечего. Я хочу это продолжать есть. Просто хочу продолжать есть. У нас есть другие сочетания. Будем их пробовать. Для начала немножко масла. Ну и, конечно же, устрицы говядина. Но я сделаю, знаете, с одной стороны устрицы, с другой говядина. То есть не буду сейчас замешивать вот прям все при все, как вот она изначально делала. И теперь, как здесь везде и принято, в названии даже ресторана, сверху сыра. Сыра много не бывает. Давайте теперь сервируем. Уже все готово. Ой, желток-то у меня порвался чуть-чуть. Вот это уже такой нашинский завтрак. Мы предыдущего-то, то, что нам девушка приготовила, уже каждый по мисочке схомячил. И уже как бы слегка сытенький. А теперь у меня еще вот это. И Туин еще дожаривает то, что осталось. То есть действительно на 2-3 человека. Двум, как бы, таким матерым хомякам. Я буду делать 2 номера 9. 1 номер 9 большой. 1 номер 6 с экстременом. 1 номер 7. 2 номера 45. 1 с чесом. И 1 большая сутка. А на 3, вот как мы, вполне себе. Прежде всего, давайте вот с кимчи мне хочется попробовать как раз-таки желток. Вот это... да. И еще с тянущимся сыром. Говядинка под тем же сыром. Отлично. Смотрите, вот этот соус томатный. С остротой вот который. Ну, прям очень крутой. Там еще и помидорка. Такое впечатление, что замешано. И вот как будто бы кимчишный вот такой настойчик в нем присутствует. Блин, класс. Теперь устрицы под сыром. Черт возьми, как это выглядит. Это вкусно. Два в одном. Просто два в одном. Теперь давайте устрицу вот с этим соусом. Это кисленький должен быть, лаймовый. Да, он и есть. Ой, какой сладкий. Каждый готовит его по-своему здесь. Вот этот прям очень сладкий. Сгущеночки здесь не пожалели. С устрицей неплохо. А теперь с говядкой. Да, это и для говядины очень неплохо. Тоже подходит. Он где-то чуть-чуть совсем вдалеке остренький. Затем очень лаймовый. Затем сладкий. Это классный соус. Тоже обязательно нужно пробовать. Кимчи мне здесь вот очень понравился. И на самом деле можно вот эту капусточку просто так вот прям грызть. Я оставлю чуть-чуть. У нас Рома оператор прям большой любитель кимчи. Но мы еще попросим. Черт возьми, да. Хочется вот прям сверху на эту вот импровизированную яиченку вывалить вот эту плошку. И да, это будет то, что нужно. И яйцом закусить. Вы знаете, я не могу остановиться есть просто потому, что это очень вкусно. Классное сочетание. У нас впереди еще планировалось два блюда. Но я думаю, что мы не вывезем еще два. Даже втроем. Давайте хот-пот. А потом посмотрим. И это еще восемь этажерок еды. Здешнее место просто про обжиралово какое-то. Цена за это те же самые 240. Запаливаем газок. Давайте смотреть, что в этих этажерках. Сверху здесь сразу же я вижу три вида грибов. Это шитаки, это соломенный гриб, а это королевский устричный, ножки. Это, очевидно, тофу, сыр. Поехали далее. Ого! Вешенки, лапша. Отлично. Дальше. И я забыл, как эти грибы называются. Это монинг-глори и китайская капуста. Отлично. Ого! А вот они иеноки. И с кучей. Черт возьми, говядины. Но это грибной хот-пот. Логично, что такое разнообразие грибов. Это сколько? Пять видов грибов? Ничего себе. Ну, лапшу мы, конечно, использовать не будем. Господь бы с ней. Запах бульона напоминает том-ям. Кто мне сейчас говорит? А я такой смотрю. А да. А здесь галангал плавает. Вот потому и запах такой. Томаты. Морковочка. Да, галангальчика здесь приличное количество. Давайте закидывать грибы. Сначала пойдут в ход большие. Когда я вижу вешенки, у меня сразу же в голове возникает ощущение сливочного соуса с грибами для стейка. Вешенки чуть попозже. Они действительно очень быстро готовятся. А сейчас вот можно королевского устричного. Это здоровые куски. Точно так же соломенного гриба. Ну и шиитаки, конечно, тоже. Они, кстати, надрезаны еще. Классно. А также, конечно же, некоторое количество иноки. Я думаю, парочки вот таких кустиков вполне будет достаточно. Пускай тоже. Ну и говядки. Само собой. Очень много кидать не буду. Я вот три кусочка кину, чтобы чисто нам сейчас здесь всем попробовать. Остальное уже с собой. Пускай поварится минут пять. И, в общем-то, и будет готово. Будем пробовать. Ну а за минуту до готовности я закину вешенки. Они очень нежные грибы. И зеленюшки. Жирный-то какой-то, посмотри, а. Охренеть. Вот это бульон. Отлично. Вот уже поварилось. Все тут размягчилось. Самое время добавить как раз-таки вешенки. Некоторое количество. Потому что гриб очень нежный. Вариться ему, ну, не больше там двух минут. И зеленюху. Потому что есть столько же. Вот так. Можно еще и пару кусочков тофу. Для симметрии, так сказать. Вот уже и готово. Овощички размягчились. Да. То, что надо. Давайте поднаберем всех видов грибов. Грибной хот-пот. Начнем с грибочков. Шиитаки. Действительно, очень том-ямистый вкус. И грибы сюда подходят. Как нельзя кстати. Вешенка. Вот точно дольше одной минуты не надо готовить вешенку. Теперь иноки. Как были хрустяшками, так и остались. Пяти минут. То, что нужно. Разнообразие грибов классное. Так, ну и где там у нас королевский устричный как раз. Классический том-ямовский гриб. Это том-ям, который без лайма. То есть, вот добавь сюда лайм и может быть томат. И прям получится вот уже совсем том-ям. Ну и остроты, естественно. Зеленюшка. Отличная трава. Не прибавить, не убавить. Ну и конечно, сама говядина. Во-первых, очень классно, что они ее тонко нарезали. Во-вторых, она пропитывается бульоном. На нее вот этот жирок налипает. Становится просто очень, очень классной говядинкой. Кусочек тофу. Нежный, нежный сыр. Ну вот тофу ни о чем. Теперь конкретно сам бульон уже отвлечен от всего остального. Он хорош сам по себе. Кстати, насчет кислоты, что лайма не хватает. Я, пожалуй, погорячился. Аромата лайма не хватает. А вот кислоты достаточно. Что-то они сюда положили. Не исключено, что тот же самый лайм, просто другой вкус, который имеет. Потому что здесь видов лаймов я только знаю четыре. И это совершенно разный вкус. Не те же лаймы, которые у нас продаются. Мне этот хот-пот нравится. Для любителей грибов особенно. А я уверен, такие найдутся. Такой плотный, насыщенный бульон с невероятным количеством разнообразия грибов. Это да. Ну а я боюсь, что на третье блюдо нас уже не хватит. Тем более, что тут смотри, что происходит. Ты смотри, тут вся говядина уже пошла прям в кот-пот. Кто-то у нас тут остался еще голодный. Да нет, на самом деле сейчас-то все вываливается, чтобы нам с собой просто забрать уже готовое. По говяжо-устрично-сырному ресторану я могу сказать несколько вещей. Во-первых, это недорого. Во-вторых, это очень сытно и очень вкусно. Приехал сюда. Работают они, кстати, с 10 до 10, мы уточнили. Поэтому я слегка погорячился, сказав вначале о том, что прям вот на утреннюю, на утреннюю экскурсию. Нет, если у вас дневная экскурсия, вот тогда точно сюда завалились и поели. Либо, когда с нее вернулись, вечером сюда завалились и точно так же объелись. Это очень классный узкоспециализированный ресторан. Недаром в нем здесь всего-то меньше 10 даже названий блюд. Очень крутое место. Крайне рекомендую заехать за недорого компанией покушать. Ну и что особенно не может не радовать, это то, что здесь сервис прямо на уровне. Во-первых, за тебя даже могут приготовить. Для тебя, вот, пожалуйста, специальный человек, персонал, который сделает. И ты будешь просто сидеть такой, ага, вот это так делается. Просто многие люди, когда ты готовишь себе сам, такие они, ну что, я еще сам себе должен готовить? Нет, здесь, в ресторане, где ты готовишь себе сам, за тебя еще и приготовят. Это первое. Во-вторых, атмосфера. Классно. Они видно, следят за антуражем своего ресторана, украшают, делают все для того, чтобы тебе было комфортно. Ну а в-третьих, это прямо напротив парка, где тут же можно разгулять свой нагуленный здесь жирок. Отличное, красивое место. Замечательный парк. Ну а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. Очевидно, будет не глазунья. Вот так. Давай, отваливайся, отваливайся. И это только одно блюдо. Ох, ох. Тяжелый какой обзор. Оу, тяжелый. Тоните. Тоните. Где крышка? Дайте мне крышку, я хочу накрыть. Такой нежный, что его... Вот черт, как подхватишь-то. Иди сюда. Вот так. Выскакивает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok